Спасибо, Владимир Андреевич. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Ну что, что я по-русски буду говорить? Я действительно являюсь исполнительным директором управления по наркотикам и преступности. И я благодарен за приглашение принять участие в сегодняшней конференции. Я помню, как мы с господином Тимошенко несколько времени назад обсуждали в Вене вопросы, связанные с усилением содействия со стороны ОНПО, Украине, в том числе формирование новой национальной стратегии. И теперь я был очень рад воспользоваться возможностью приехать и, собственно, сами увидеть, как инициатива, которая возилась тогда, набирает обороты и становится важной частью политических дебатов. Разработка национальной стратегии для решения проблем предложения наркотиков и спроса имеет важнейшее значение как для Украины, так и для других стран мира. Наркомания и наркозависимость – это растущие вызовы здоровью людей, социально-экономическому развитию и безопасности. С этими вызовами, тесно, сопряженными с проблемами здравоохранения, нищетой, насилием, преступностью, социальным учреждением, сталкиваются практически все страны мира, и развивающиеся страны, и развитые страны. Незаконное потребление наркотиков относится к числу 20 главных факторов риска для здоровья во всем мире. Ежегодно запрещенные наркотики выносят жизни до 250 тысяч человек. Думайте в эти цифры. Наркотики наносят огромный ущерб обществу, если принять во внимание урон от преступности, утрату здоровья, снижение производительности. В некоторых странах, согласно нашим оценкам, он может достигать 2% голового внутреннего продукта. Во многих странах позитивной реакцией на наркотики является у почти 2-3 протестированных лиц, вступающих в конфликт законов. Исследования свидетельствуют также о том, что с проблемами наркотиков сталкивается от 40 до 80% заключенных. Существует прямая связь воупотребления наркотиков с серьезными заболеваниями. В результате во всех странах мира общество вынуждено нести тяжелое время поведения. Магистральным путем распространения ВИЧ-инфекции, гепатита, является потребление наркотиков путем инъекций. В общем мировом масштабе до 10% случаев ВИЧ-инфицированных происходит вследствие реформы наркомании. За этими устрашающими цифрами страданий и боли людей, семей, общества, это реальная история людей, детей, женщин, мужчин, страдающих от пренебрежительного отношения, насилия, лишений и социальной изоляции. Они терпят крайнюю нужду, являясь случая, сталкиваются с крайней жесткой жизнью. У НПО, а также его партнеры выступают за выравнивание баланса международной политики в области наркотиков и преступности. Действительно, в настоящее время основной акцент в борьбе с наркотиками делается на снижении потребления. И очень важно продолжать делать это. Однако усилия по сокращению потребления в борьбах с наркотиками не могут быть успешными без таких же энергичных усилий, направленных на сокращение спроса. Вместо наказания мы предлагаем научно обоснованные программы, направленные на профилактику, лечение, реабилитацию и реинтеграцию в общество при соблюдении прав человека. Комплексные и рентабельные методы лечения действительно существуют. Свою эффективность на практике доказали информационно-воспитательные компании, обеспечивание услуги в области здравоохранения, основанной на реальной практике, обучение тех, кто занимается поддержкой людей, страдающих наркозависимостью, а также меропро-социальной защите. И огромную роль играет борьба со стигматизацией и дискриминацией. Мы должны воспитывать, воспитывать и еще раз воспитывать, и не только детей и молодежь, все общество в целом. Для достижения этой цели ОНПО недавно выступила с молодежной инициативой, направленной на расширение прав и возможностей молодых людей для пропаганды профилактики, наркомании и формирования общества, в котором наркотики отвергаются как образ жизни. Мы также должны признать, что лица, употребляющие наркотики, нам давится в поддержке и помощи. Они не заслуживают маргинального положения и социальной изоляции. С 2009 года ОНПО на постоянной основе осуществляет программ профилактики наркомании, вишкида и преступности среди молодежи в рамках учебных программ в странах с низким и средним уровнем дохода. Согласно оценкам, каждый доллар, вложенный в лечение, ведет к сокращению расходов, связанных с наркопреступностью, отправлением уголовного правосудия в рост вон на 47 долларов. В целом подход ОНПО заключается в применении метода единого окна, который обеспечивает получение пациентами необходимой поддержки на каждой стадии их болезни. Это означает защита людей от последствий употребления наркотиков, таких как ВИЧ-инфицирование, передозировка и полное истощение, а также позволяет людям обсуждать психологические проблемы, а затем переходить к программам для токсификации и лечения. Такой подход основан на политической декларации с 2009 года, в которой содержится призыв к осуществлению 9 мер, являющихся, по мнению ЮНЕЙДС, ОНП и ВОЗ, эффективными средствами борьбы с распространением ВИЧ-инфекции среди лиц, употребляющих наркотиков. Эта работа должна координироваться на местном и международном уровне с целью разработки действительно комплексного подхода к профилактике и лечению наркозависимости. В этой связи я приветствую разработку и принятие Украины национальной стратегии борьбы с наркотиками, в соответствии с конвенциями на наркотиках, которые позволяют обеспечить важную связь на местном глобальном уровне. Основная цель нашей конференции заключается не только в обсуждении проблем контроля над наркотиком и лечением наркозависимости в Украине, но и в оказании содействия формирования научно обоснованного подхода в лечении наркозависимости во всем регионе. Для достижения этой цели необходимо признать взаимозависимый характер этих усилий. Страны сталкиваются с одними и тем же угрозами, и зачастую решения тоже могут быть общими. Главная же задача состоит в налаживании эффективной модели обмена идеями и опытом, с тем, чтобы каждая страна могла предложить действенное лечение наркозависимости при соблюдении положений закона и уважения прав человека. Я уважаю признательность правительству Украины за его стремление улучшить методы сокращения потребления наркотиков и лечения от наркозависимости и облегчить положение людей, страдающих от наркомании. ОНПО готовы продолжать совместную работу с правительством Украины для достижения этих целей. Благодарю вас.